Луис Энрике может вернуться в Барселону. Сразу два хавбека синих могут покинуть команду летом. Почетина может сменить Джерарда на посту главного тренера в Астонвилле. Кейн ждет, останется ли главный тренер Антонио Конте в Тоттенхэме. По данным газеты АЭС, полузащитник Пабло Муниус из Райо Валикано находится в поле зрения мадридских клубов Реала и Атлетико. Порту намерен предложить новый контракт с эмугалкиперу Диоге Коште, сообщает издание ОДЖОГО. 23-летний страж ворот, который недавно попал на радары Манчестер Юнайтед, может не перебраться в АПЛ в ближайшем будущем. Испанский сайт Фьючерс пишет, что в гонке за нападающую сборной Нигерии лидируют три гранда Манчестер Юнайтед, Арсенал и Бавария. По данным журналиста Педро Алмейде, Ньюкасл ведет переговоры с Жоржем Эндершем насчет возможного трансфера атакующего полузащитника Реала Марко Асенсио. Испанское издание Марко сообщает, что Милан и Ювентус заинтересованы в том, чтобы перебанить хавбека мадридского Атлетико Родриго де Пауля. Ливерпуль связывался с Бенфикой насчет потенциального подписания контракта с полузащитником и бывшим товарищем по команде форварда Дарвина Нуньеса Флорентино Луиша. Время левого латераля Алекса Сандро в Ювентусе подходит к концу. Туринцы готовы позволить ему уйти в конце сезона и уже рассматривают варианты на замену бразильцу. Среди основных претендентов левый защитник ПСЖ Хуан Бернат и один из лидеров Бенфики Алекс Гримальдо. По информации сайта Качу Меркато, Манчестер Юнайтед всерьез рассматривает возможность трансфера вингера Милана Рафаэля Ляо. Ньюкасо заинтересован в подписании галкипера Ювентуса войцы хащественной в следующем году, сообщает портал Качу Меркато. Манчестер Юнайтед активирует опцию продления контракта правого защитника Диогу Даллота, что портит трансферные планы Барселоны. Ювентус рассматривает вариант расставания с нападающей Мойзе Кином в январе, сообщает сайт Качу Меркато. По данным источника Супер Депорте, Аякс входит в число клубов, которые следят за левым защитником Валенсии Тони Латто. По данным сайта Качу Меркато, Челси планирует расторгнуть арендный договор с полузащитником Денисом Закареей, которого клуб заполучил в последний день трансферного окна. Вулверхэмптон продолжает поиски главного тренера, сообщает журналист Никола Скира. По данным источника, английский клуб просматривает кандидатуры Майкла Билла, КПР и Петера Босса из Леона. Генеральный директор Интера заявил, что клуб проведет очередной раунд переговоров по продлению контракта с защитником Миланом Шкриньяром. Футбольный клуб Уфа может прекратить существование после завершения 2022 года, сообщает РБ Спорт. Ранее неоднократно сообщалось о финансовых проблемах команды. Главный тренер Ньюкасла Эдди Хоу сообщил, что форвард Сорок Александр Исак не вернется на поле до конца 2022 года. У него серьезная травма бедра. Гонсало Игуаин закончил профессиональную карьеру игрока. За всю карьеру на клубном уровне аргентинец сыграл 710 матчей, в которых забил 335 голов и сделал 113 голевых передач. Нападающий Ливерпуля Диого Жорта не сможет помочь сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре из-за повреждения, которое он получил в матче с Манчестер-Сити. Галкипер Джан-Луи Джи Буфон заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время. 44-летний итальянец вернулся в Парму в июне 2021 года в качестве свободного агента. Хави Эрнандес имеет определенный кредит доверия, но если молодой тренер не сумеет вывести Барселону из застоя, то клуб может рассмотреть вариант со смены рулевого. В таком случае каталонцы могут снова пригласить на тренерский мостик Луиса Энрике. Отмечается, что за Луисом в настоящий момент активно следят многие клубы. 52-летний специалист возглавляет сборную Испании, но может покинуть этот пост после чемпионата мира. Энрике уже работал с Барселоной в сезонах с 14 по 17. За этот период команда завоевала ряд трофеев, в частности два титула Ла Лиги и трофей Лиги Чемпионов. Нападающий Виктор Асимхен не собирается покидать Наполе в январское трансферное окно, несмотря на сообщения о том, что Манчестер Юнайтед и Арсенал заинтересованы в его услугах. Асимхен хочет остаться в Наполе и продолжать играть со своими товарищами по команде в Лиге Чемпионов. Сейчас мы не ощущаем, что Асимхен нужен такому количеству клубов, но всегда есть три стороны – та, которая продает, та, которая покупает и сам игрок. Несмотря на то, что некоторые люди говорят, мы всегда четко заявляли, что Асимхен хочет играть в Наполе. У него долгосрочный контракт и хотя на рынке может быть много активности, мы думаем о том, чтобы он преуспел в Наполе, сказал его агент Роберто Каледо в эфире радио Кис-Кис. Нигерийский нападающий перешел в Наполе из Лилля в 2020 году за 80 миллионов евро, а его контракт действует до июня 2025-го. Полузащитник Челси Жоржиньо не смог договориться о новом контракте в ходе последних переговоров, сообщает Evening Standard. 30-летнему вице-капитану Синих были представлены предварительные условия сделки с сохранением зарплаты на уровне 120 тысяч фунтов в неделю. Тем не менее, игрок сборной Италии потребовал повышения оклада до уровня другого ветерана Сесора Спиликуетте, который недавно подписал новый контракт на 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю. У другого полузащитника Ангола Канте также истекает срок действующего контракта, поэтому с января он может свободно вести переговоры с иностранными клубами по поводу потенциального бесплатного трансфера следующим летом. И Жоржиньо, и Канте предпочли бы остаться на Стэмфорд-Бридж, а не искать новые клубы, но хотят, чтобы их считали важными игроками в ближайшие сезоны. Переговоры Челси с французом также зашли в тупик, так как он хотел заключить более долгосрочное соглашение, чем предложенное двухлетнее, включающее в себя возможность продления еще на один сезон. Если верить The Telegraph, то боссы клуба из Бирбингема рассматривают вариант увольнения главного тренера Стивена Джерарда. Астанвилла после 10 сыгранных матчей набрала только 9 очков и занимает 16 место в турнирной таблице. Легенде Ливерпуля дали две игры на исправление ситуации с Фулхэмом и Брэнфордом. В случае отставки Джерарда, бывший наставник Тоттенхэма и ПСЖ Маурисио Почеттино рассматривается в качестве главного кандидата. Причем Вилайджеры готовы ждать, если аргентинец не ответит сразу. И все-таки, если Почеттино откажется, то Астанвилла попробует заманить экс-главного тренера Челси Томаса Тухеля или тренера Вилья Риала Уная Эмери, который знает АПЛ по работе с Арсеналом. Издание Football Insider сообщает, что форвард Харри Кейн ждет, останется ли главный тренер Антонио Конте в Тоттенхэме, прежде чем начать переговоры о новом контракте. Договор 29-летнего игрока действует до лета 2024-го, а вот контракт Конте истекает в конце этого сезона. Продление соглашения с Конте рассматривается игроками и лично Кейном как признак больших амбиций клуба, поскольку итальянец наладил игру команды и жаждет выигрывать трофеи. Переговоры с капитаном сборной Англии еще не начинались, но подписание Конте на длительный срок поможет убедить нападающего продлить свое пребывание в клубе, даже на фоне интереса Баварии.